Итак, всем привет! Вы на канале Школа Видеоблогера, бесплатная Школа Видеоблогера. И сейчас у нас самый популярный вопрос – это что лучше снимать на Ютубе или что лучше снимать для Ютуб? Как выбрать нишу для канала? Мы для своего канала, у нас есть же канал, называется «Видео для бизнеса». Это канал такой для взрослых, уже там все серьезно, все по-взрослому. Мы сделали огромный плейлист «Выбираем нишу для канала по Ютубу». И смотрим сюда. У нас получается вот здесь, у нас в этой, у нас есть такая большая-большая карта, вот она, ниша, то есть выбираем нишу, да. И здесь 33 ниши, какие-то ниши, это может там про спорт быть, да. Я сейчас увеличу, чтобы вам было понятно ниши, найдете видео, то есть я вот про спорт, про футбол, там ниша про игры, ниша там допустим по Ютубу, путешествия, рукоделие, музыка, про политику. У нас по каждой нише есть свой собственный ролик, да, где мы рассказываем, какие идеи могут быть там ниши, там про дизайн, либо кавер-каналы, либо ниша юмор, лайфхаки, ремонт, ниша о городе, либо как стать популярным видеоблогером. Или же там популярным ютубером, опять же там, да. Или как выбрать нишу недвижимость. Те же самые ниши, там, к примеру, для топов, либо ниша новостного канала, ниша обучения, то, что мы сейчас с вами делаем, да, либо ниша автомобилей, животные, бьюти-блоги, ниша хобби, кулинария, ниша для бизнеса, то есть все что угодно, да. Соответственно, как это, где можно будет найти эти ролики. Смотрите, показываю заодно, покажу, как вот допустим, как сделать. То есть мы заходим сюда, изменить вид страницы, добавить раздел. И мы можем спокойно взять плейлист. Видите, вот у нас есть выбор, выбираем нишу для канала. Вот у нас есть целый плейлист большой. И мы добавляем, видите, то есть у нас добавляем контент. Выберите контент один плейлист, да. Либо мои, либо ввести URL, то есть мы выбираем контент, да. То есть один плейлист в ряд по горизонтали, то есть чтобы было горизонтально. Вводим URL плейлиста и нажимаем кнопочку добавить. И смотрите, о чудо, у нас на нашем канале школа видеоблогера появился лист, плейлист. Выбираем нишу для канала на YouTube. И вы можете спокойно посмотреть все эти 33 ролика, которые есть, да. Здесь вот есть 33 ролика. Посмотрите эти ролики и выбрать для себя и ответить себе на вопрос, что снимать лучше на YouTube, да. Но я вам дам небольшую подсказку. Опять же все бесплатно. Снимайте, выбирайте именно ту нишу, про которую вы можете говорить, про которую вы можете говорить бесконечно, постоянно, да. Допустим, то есть если вы, вам интересна ниша рукоделия и говорите про рукоделия. Если вы делаете мыло вареньем, занимаетесь, делайте это. Если вы играете какую-то определенную игру, делайте эту, то есть то, что вам интересно. Поверьте мне, на моем опыте ни одного канала, когда человек вам неинтересен, через силу вы не сможете заниматься этим каналом, когда вам надо будет, типа, ну, что поделать надо. Это будет чувствоваться, зрители будут чувствовать то, что вы выбрали, то, что вы им говорите еле-еле-еле, так нехотя, да, и будут уходить с вашего канала. Поэтому, прежде чем выбирать, ставить для себя, поставить для себя вопрос, вот, что лучше всего снимать. У нас с вами здесь вот есть, с чего начать создание канала пошагово, да. То есть мы должны понимать, еще мы сюда добавим наш урок, дополнительный урок, сюда, в нашу большую карту, мы добавим еще такой блок, из чего, как выбрать, как выбрать нишу, да, и я на канале с Федором помогу вам в выборе ниши, дадим советы, рекомендации, мы даже потом планируем по каждой нише делать небольшие видео, допустим, там, видеоблог, там, да, видеоблог может быть о вашей повседневной жизни, о девушке-моделе, о мотоциклисте, о кулинаре, мамы в декрете, папы-одиночки, школьника, пенсионера, то есть может быть видеоблог, и мы планируем по каждой нише и под нише записать маленькое видео. Если вам понравилось это видео в нашей школе видеоблогера, ставьте лайки и пишите вопросы. Всего доброго, до свидания.